Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Расскажем о последних событиях атомной отрасли. Создаем и внедряем вместе со страной. С такой идеей Росатом представил свои цифровые решения на главном российском событии цифровой индустрии – конференции ЦИПР, которая прошла на прошлой неделе в Нижнем Новгороде. Мероприятие ежегодно собирает лидеров отрасли со всей страны и их передовые решения. О представленных разработках госкорпорации этого года расскажем далее. Сотни компаний и тысячи цифровых решений собираются каждый год на форуме ЦИПР. В прошлом году перед Росатомом поставлена задача – заместить зарубежные аналоги промышленного программного обеспечения. Сегодня госкорпорация презентует итоги работы. С таким результатом мы приходим к сегодняшнему ЦИПРу в роли координатора деятельности в государстве. Вы знаете, что Росатом разрабатывает собственные программные комплексы. И здесь, конечно, главным нашим результатом мы бы обозначили два. Это, во-первых, дальнейшее развитие платформы «Логос». Флагманский продукт Росатома – система математического моделирования «Логос». Функционал программы позволяет провести расчет любых изделий и систем в виртуальной среде. Это позволяет понять слабые места еще на стадии разработки. Сейчас 120 предприятий из различных отраслей применяют «Логос» на производстве. Например, с этого года «Логос» взят на вооружение в Роскосмос для производства российских космических аппаратов. Также «Логос» используется в тестировании безопасности автомобилей. Сейчас система развивается в консорциуме, в который входят представители 24 предприятий из различных отраслей. Это ускорит процесс разработки. В ближайшие три года разработчики планируют закрыть отечественную потребность в КАЭ-системах на 90%. Мы хотим это все объединить, создать единую среду, которая будет доступна в промышленности в целом и образованию с точки зрения ведения подготовки кадров. И тиражировать это и внутри Российской Федерации, в промышленности, и постараться вывести это на международный рынок, чтобы конкурировать с зарубежными аналогами. Система предиктивной аналитики «Атоммайнд» – новейшая разработка «Росатома». Ее внедрение позволяет сократить издержки на обслуживание оборудования и повысить уровень качества выпускаемой продукции. Благодаря непрерывному мониторингу и анализу поступающих данных «Атоммайнд» позволяет перейти от плановых ремонтов к предиктивному обслуживанию. Система прогнозирует вероятность аномалий еще до того, как они повлияют на ход производства. Благодаря внедрению платформы «Атоммайнд» на Чепецком механическом заводе удалось сократить брак в два раза. Сейчас в разработке команды проект в сложнейшей сфере – работе с людьми. Мы хотим построить модель, которая будет предсказывать выгорание сотрудника на основании его цифрового следа, не залезая в контент того, что он делает. Если мы докажем, что мы можем это предсказывать, то для HR-ов это будет сигнал о том, чтобы мочь начать работать с этим человеком. Еще одна новинка – система управления полным жизненным циклом изделий «Сарус». ПО полностью разработана в корпорации, включая главное – ядро программы. Система кроссплатформена, может работать на всех операционных системах, включая отечественные на основе «Линукс». Аналогичные зарубежные системы разрабатывались с десятками лет. «Сарус» удалось разработать за три года, и уже в следующем году ПО выходит на российский рынок. Сейчас все в основном работают на продуктах «Сименс» или «Дасос» и «Стемс». Наш продукт должен их заменить. Соответственно, требования к нам очень высокие, и уже проводятся пилотные испытания системы технических заказчиков, также уже идет пресейл системы. Возможности «Саруса» продемонстрировали председателю правительства. Распечатали деталь на отечественном 3D-принтере, созданном также в «Росатоме». Начнем с «Принтера». Разработка «Росатома». 70% нашего продукта, кое-что китайское, но технику заменим в соответствии с более дешевыми продуктами. Около 50% уже продано, 30% чем примерно делается. Всего в разработке «Росатома» более 150 цифровых проектов. Большинство из них призваны не просто заместить зарубежные аналоги, а осуществить промышленный переход к индустрии 4.0. Там же, в Нижнем Новгороде, открылась экспозиция цифровых моделей объектов всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Ее создали участники образовательного проекта по цифровому моделированию, который реализует инжиниринговый дивизион «Росатома». По архивным чертежам и фотографиям они воссоздали исторические павильоны выставочного городка тех лет. Мы давно уже используем цифровое проектирование, но вы понимаете, наши объекты ответственные, экспериментов они не терпят, а здесь можно и немножко пошалить, освоить новые инструменты. Те ребята, которые закончили проект, они от 19 лет до 58, представляете, да, какие ребята. Но средний возраст у нас между 35 и 40 годами в зависимости от потока проекта. На площадку строительства «Курс» КАЭС-2 доставили два гигантских парогенератора. Напомню, энергоблоки новой атомной станции являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВР-ТОИ, и параметры оборудования для них значительно отличаются. Не только повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями, но и габаритами. Общий вес доставленных с Атоммаша парогенераторов 700 тонн. Вот кадры этой зрелищной технологической операции. Первый этап был – это доставка водным транспортным баржебуксирным составом из города Волгодонс в город Семилуки. Множество нюансов просчитывается в перевозке данного вида груза, начиная от согласования маршрута движения, это поиск маршрута, инфраструктурные работы. И начиная с самого начала, это уже мы сталкиваемся с такими сложностями, как предоставление железных дорожных окон для безопасного осуществления перевозки груза. В том числе, это отключение и вывод линий электропередач. Предлагаю немного отвлечься и посмотреть, как проходили соревнования по мотокроссу в атомном городе спутники Белаярс КС Заречном. 192 спортсмена из 34 городов страны показали все, на что способны. А далее расскажем о других новостях Росатома. Запорожскую АЭС и город Энергодар посетила Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства ФМБА. Она осмотрела медико-санитарную часть Энергодара, которая, как и во всех городах, где расположены атомные предприятия, перешла под управление ФМБА России. Если говорить о территории, где агентство является вообще единственным, то это 59 территорий, плюс Энергодар уже сейчас 60 территорий. Главгосэкспертиза одобрила проект строительства двух новых энергоблоков Ленинградской АЭС-2. Это один из ключевых документов, предваряющих строительство второй очереди атомной станции. Напомним, она будет состоять из двух энергоблоков с реактором ВВР-1200 поколения 3+. Лавозерский горно-обогатительный комбинат в Мурманской области передан в состав Росатома. Это предприятие единственное в России, где добывают и обогащают лапаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности. Лавозерский ГОК обладает уникальными компетенциями и осуществляет весь комплекс работ от геологоразведки до вывода производственных объектов из эксплуатации. В Росатоме выбрали лучших инженеров страны. В главном здании госкорпорации в Москве прошел финал Всероссийского инженерного конкурса. В нем принимали участие студенты технических вузов и молодые сотрудники отрасли. Подробности далее. В финал Всероссийского инженерного конкурса – это полноценная защита дипломных работ. Пока все студенты защищают дипломы у себя в вузах, здесь собрались лучшие из лучших. Состав Государственной экзаменационной комиссии тоже впечатляет. Топ-менеджеры не только Росатома, но и партнеры атомной отрасли. А председатель – глава госкорпорации Алексей Лихачев. Четверокурсница Томского университета систем управления и радиоэлектроники Дарья Шестерикова заканчивает бакалавриат. Свою учебу она посвятила разработке конструктивных элементов для адаптивного микрозеркала. Эта работа не имеет аналогов и уже запатентована. Разобраться сложно, но для молодой девушки это целая жизнь. Микроэлектроника – это другой мир. Когда ты изготавливаешь, допустим, по проводнику приборов, микросхему, ты подсмотришь под микроскопом, неважно под любым, ты увидишь, что там другой мир, там другие процессы, там другая физика. Это очень интересно, это красиво. Нужно именно сейчас брать лучших студентов, лучшие технологии и самим молодым специалистам, молодым ученым основывать свои предприятия. Еще один яркий финалист инженерной школы – четверокурсник Снежинского филиала МИФИ Родион Храбров. Направление подготовки – ядерная энергетика и теплофизика. Говорит, что живет наука с детства, приучил отец-радиоинженер. На самом деле захотелось заявить о своей работе. То есть, чтобы она не просто лежала где-то в пыльном уголке шкафа, а чтобы о ней реально кто-то услышал. Возможность изменить что-то в нынешних технологиях, что-то предложить новое, свежее и то, что может дать какой-то значимый результат. Мне просто как и ученому, и руководителю всегда приятно видеть людей, которые относятся к делу, которое не выполняется интересом и желанием. Росатом впервые принимает Всероссийский инженерный конкурс в своих стенах. По итогам отбора в финал по приоритетным направлениям подготовки для атомной отрасли вышли 17 человек. Лучшим из них предложили работать в структурах госкорпорации. А другие молодые ученые-атомщики собрались за круглым столом в Нижнем Новгороде, чтобы обсудить новые тенденции в науке и обменяться опытом. Я сам как представитель научного сектора своего предприятия очень заинтересован в данной тематике, потому что считаю, что на данный момент наука – это самый важный ветвь развития. Сейчас это, конечно, профессия, поэтому нужно к вопросу занятий наукой подходить очень ответственно. И отсюда рождается интерес. Это не новое мероприятие. Мы уже давно этим занимаемся. Для того, чтобы еще более плотно, более эффективно организовать сотрудничество молодых специалистов Росатома в первую очередь. А далее расскажем о других новостях Росатома. Подошел к концу речной путь «Барш» с атомным оборудованием, которое изготовил Росатом для Индии и Китая. Это рекордный отгрузка «Атоммаша» – два реактора и восемь парогенераторов. Крупногабаритный груз прибыл в Санкт-Петербург на спецпричал для дальнейшего морского путешествия до площадок строящихся атомных станций за рубежом. А вот как они добирались из Волгодонска по стране. В кратком видеообзоре расскажем о последних новостях по зарубежным проектам Росатома. Внутри корпусную шахту установили в корпусе реактора первого энергоблока, строящегося в Бангладеш, Аэс-Рупур. С этого момента начинается сборка самого реактора. Шахта изготовлена из нержавеющей стали, а днища перфорирована для циркуляции теплоносителя. Это необходимо для охлаждения оболочек тепловыделяющих элементов. А на втором энергоблоке Аэс-Рупур завершено бетонирование купола внутренней защитной оболочки здания блока. Для максимальной прочности рабочие уложили свыше 400 тонн арматуром и залили почти 3500 кубометров бетона. Внутренняя защитная оболочка будет защищать энергоблок от любых экстремальных воздействий, например, землетрясений или ураганов. Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям по проекту АЭС-ПАКШ-2. Изменения в финансовых и технических документах между Россией и Венгрией были согласованы еще в апреле этого года. И вот Евросоюз дал по ним положительное заключение, что позволяет продолжить сооружение двух российских реакторов ВР-1200 поколения 3+. На втором энергоблоке Белорусская АЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации. Он предусматривает повышение мощности реактора с 50 до 100%. За это время специалисты проведут более 200 различных испытаний всех систем реакторной установки. И в завершении выпуска. В День защиты детей в Московском парке ВДНХ прошел фестиваль «Движение первых». Росатом развернул там целый лекторий, где дети и атомщики общались на тему науки, профессионального и личностного развития, международной деятельности и другое. И специально ко Дню защиты детей руководители некоторых предприятий Росатома на один день уступили свое рабочее кресло детям. Получилось целое профориентационное реалити-шоу под названием «День дублера». Например, новым руководителем композитного дивизиона вместо Александра Тюнина стал первокурсник Новосибирского государственного университета Дмитрий Киль С выполнением должностных обязанностей генерального директора молодой человек справился на отлично. Каждый день, как генеральный директор, я должен проводить собрание. Сегодня я хочу поднять вопрос об интеграции студентов в композитный дивизион Росатома, а также об их стажировках. Чем больше погружаешься в отрасль Росатома, тем теплее становится на душе от того, что знаешь, что наша страна развивается, от того, что она не стоит на месте и выходит в лидеры мира по многим компетенциям. Очень надеюсь, что не только подчеркнул много нового о композитах, а еще и попробовал почувствовать себя в роли руководителя и понять, как еще организовывать различные процессы, работу большого количества людей. На этом с новостями все. А далее в программе расскажем о поддержке, взаимопомощи и добрых проявлениях души атомщиков в рубрике «Семья Росатом». Экология – моя идеология. Под таким девизом живут эти ребята. Сегодня мы познакомимся с экоактивистами Росатома. Стараюсь своим примером показывать, что важно заботиться о чистоте города, нашей страны, нашей планеты, потому что это важно, это нужно, это необходимо. И своим примером важно это показывать. Сергей вместе с друзьями уже два года принимает участие в экологических мероприятиях «Росатома». Ребят мы встретили как раз на одном из них, на молодежном дне, посвященном экологии в Санкт-Петербурге. Здесь они проводят не только мастер-классы, но и показывают свои изобретения. Например, вот такой велосипед. Весело и непринужденно ребята перерабатывают пластиковые крышки. А начиналось все с «Росатома», когда Сергей пришел на один из форумов. Это получилось абсолютно случайно. Я никогда не думал, что моя жизнь свяжется с добровольческой деятельностью, а тем более с экологией. Однажды я побывал на форуме, где присутствовали ребята из раздельного сбора. Я начал дома собирать фракции, бумагу, стекло и пластик. И через год после того, как я начал этим заниматься, я все больше начал погружаться в эту тему. И спустя, получается, второй год мы уже пришли к оборудованию и к собственной переработке. Атомная энергетика – это все-таки про зеленую энергетику. Кто бы что ни говорил, но в целом пользы от этого намного больше, чем от чего-то другого. Поэтому, мне кажется, у нас схожее видение, схожее направление, и на этом мы, наверное, и сошлись. С уверенностью можем сказать, что да, мы уже часть «Росатома». У нас дружная команда. Мы вместе ездим по городам России, проводим мастер-классы и показываем, как же перерабатывается пластик. «Росатом» – один из ключевых участников национального проекта «Экология». Это не только чистая энергетика, но и создание инфраструктуры для обращения с отходами первого и второго классов, а также ликвидация объектов накопленного вреда. Так, например, рекультивируют огромный полигон промышленных отходов «Красный бор» в Ленинградской области. Эти ребята хоть и не в таких масштабах, но также делают все, чтобы сохранить экологию. Идеология «Росатома» стала теперь и их идеологией. Мы перерабатываем, чтобы очистить природу, показать то, что мир может стать чище, просто из-за простых действий сдать макулатуру, либо батарейки, пластик, металл в определенное место, и тем самым мы поможем природе. Если вы помните, то недавно мы ходили в масках, потому что была пандемия, то мне кажется, что если мы не будем следить за окружающей средой, за чистотой, то мы будем ходить в скафандрах через пару лет, потому что вокруг будут большие свалки, вокруг будет плохой запах, и все в наших руках. Либо прийти к тому, что планета будет грязная, непригодная и с неприятными запахами, либо мы сможем сделать так, чтобы вокруг нас было чисто, красиво и хорошо. Редактор субтитров А.Семкин